здравствуйте ребята меня зовут елизавета александровна сегодня мы проведем урок физики в шестом классе и тема сегодняшнего урока значение физики в развитии общества развитие физики в узбекистане и так физика занимает большую роль среди естественных наук ее сфера деятельности очень широка все открытые законы изученные законы внесли большой вклад в развитие общества поэтому в узбекистане ведутся широкомасштабные работы по изучению и развитие физики развитием физики занимаются ученые в научно-исследовательских лабораториях которые находятся на в академии наук республики узбекистан в нынешнее время в академии наук республики узбекистан работают исследовательские институты ядерной физики который был основан в 1956 году в институте проводятся научные исследования по следующим основным направлениям ядерная физика радиационная физика твердого тела и материаловедение активный анализ и радиохимия научное приборостроение информационные технологии важнейшими задачами института ядерной физики являются выполнение фундаментальных исследований и практических разработок по приобретенным направлениям современной ядерной физики радиационной физики и материаловедение радиохимия приборостроение и производство радионуклидной продукции которую используют в ядерной медицине следующий институт институт астрономии астрономический институт академии наук узбекистана старейшее научное учреждение не только в узбекистане но и во всей средней азии в целом он был основан как ташкентская астрономическая обсерватория и в 1873 году реорганизован в астрономический институт настоящее время исследования выполняющиеся в астрономическом институте главным образом основаны на наблюдательных данных полученных астрономической обсерватории майданак расположенный на расстоянии 120 километров к югу от известного исторического города самарканд обсерватория находится на западных отрогах помира алайской горной системы на высоте 2700 метров над уровнем моря обсерватория майданак уникально по своим высококачественным атмосферным условиям и географическому местоположению он находится в середине между главным астрономическими обсерваториями на канарах и гавайях это делает майданак очень важным пункт для непрерывного контроля астрофизических объектов следующий институт физико-технический институт в ташкенте был организован 4 ноября 1943 года на базе физико-технической лаборатории существовавших ташкенте еще в 1940 году он был первым научно-исследовательским институтом физического профиля средней азии в 1948 году азимовым в институте была основана лаборатория космических лучей положившая начало работ в области физики высоких энергий в узбекистане в институте работали выдающиеся ученые и организаторы науки стародубцев шупе арифов адырович умаровый азимов гуламов карагеоргий алкалаев юлдажбаев и абдулаев в 1986 году на базе института было организовано научно-производство объединение физика солнца в 1987 году на основе научно-технических разработках института под руководством академика азимова введен эксплуатацию уникальный оптико-зеркальный комплекс с большой солнечной печью тепловой мощностью 1000 киловатт и в 1993 году на базе оптико-зеркального комплекса был создан институт материаловедения входящий в состав института физики солнца следующий институт институт ионоплазмы и лазерной технологии институт является одним из ведущих центров в области физической электроники и он оплазменных технологий лазерной физики оптики в том числе нелинейной спектроскопии молекулярной физики известны в мировой общественности своей научной школы в области исследования взаимодействия корпускулярных потоков плазмы и лазерного излучения с поверхностью твердого тела и нелинейно оптических явлений а также применение заряженных частиц и мощного лазерного излучения для направленного изменения контроля свойств материалов также институт выполняет фундаментальные и прикладные исследования и инновационные разработки по приобретенным направлениям науки и техники республики соответствии с профилем научной деятельности следующий институт институт сейсмологии институт сейсмологии академии наук республики узбекистан был организован после известного разрушительного ташкентского землетрясения в 1966 году сейсмологические исследования в республике приобрели комплексный и целевой характер направленный на излучение природы сейсмостойчивости и процессов подготовки землетрясений а также решение практических задач оценки районирования сейсмической опасности приобретенными направлениями научной деятельности института были определены развития методов комплексной оценки и районирования сейсмической опасности создание методологии прогноза землетрясений следующий институт каракалпасский научно-исследовательский институт естественных наук был создан в 2012 году на базе объединения комплексного института естественных наук института биоэкологии и института социально-экономических проблем при орале каракалпасского отделения республики узбекистан основными направлениями научно-исследовательского института является поиск и использование естественно природных энергетических минерально-сырьевых растительных ресурсов республики каракалпасстан разработка проблем сохранения биологического разнообразия целостности экосистем региона и критериев оценки их состояния проблем стабилизации состояния и охраны окружающей среды оздоровление условий жизни населения региона моделирование экологических процессов исследования социально-экономических процессов в результате реструктуризации и оптимизации в институте созданы следующие научные подразделения лаборатория экологии животного мира лаборатория экологии растительного мира лаборатория физики твердого тела химии геологии лаборатория моделирования социально-экономических процессов также лаборатория моделирования экологических процессов и ботанический сад еще один институт институт механики и сейсмостойкости сооружений имени Уразбаева, был основан в 1943 году. Институт воссоздан согласно постановлению президента Республики Узбекистан на базе Института сейсмостойкости сооружения Академии наук Научно-исследовательского центра по проблемам отраслевого машиноведения. Научные направления Института механики и сейсмостойкости сооружений имени Уразбаева. Первое. Механика деформированного твердого тела, механика грунтов, экспериментальная механика, сейсмостойкость зданий и сооружений, механика жидкости и газа, теория механизмов и машин, динамика и прочность конструкций. Дорогие ребята, давайте с вами посмотрим ролик, экскурсия. Надеюсь, вам понравится. И, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие ребята, я надеюсь, видеоролик, экскурсия вам очень понравилась. Вы мысленно побывали в этих местах. Давайте же теперь перейдем к самостоятельному заданию. И первое самостоятельное задание – прочитать тему 3. И второе – приведите примеры применения достижений из области физики в сельском хозяйстве, в медицине и в технике. На этом я с вами прощаюсь. Встретимся на следующем уроке. До свидания. Затем нажимаем кнопку «Логин» и создаем. Выбираем пол. Заполняем ячейку «Год рождения». Выбираем страну. Далее создаем пароль. После всех операций нужно повторить пароль. Для ввода дополнительной информации о себе можно внести следующие данные – имя, фамилия, электронная почта, номер телефона. Далее нажать кнопку «Сохранить». Данные ввода информации необязательны. Нажмите в правом верхнем углу слово «Пропустить». После завершения регистрации вы можете полноценно насладиться игрой. Также возможен пробный вход без регистрации. Здравствуйте, дорогие ребята! Сейчас у нас урок математики и тема нашего сегодняшнего урока – решение задач. Открыли свои книжки, тетради и запишем сегодняшнее число. Сначала мы должны проверить самостоятельное задание. Первый пример, который я задавала на дом, надо было вычислить удобным способом данный пример. Как вы видите, чтобы у нас получилось целое число, мы сгруппировали и сделали разность. 29,14 минус 28,14. Получили в ответе единицу, к ней прибавили 15,39, получили 16,39. Как вы видите, здесь группировать удобнее и вычислять будет нам легче. Следующее задание – это надо было решить уравнение. Как вы видите, в уравнении мы умножили 5,04 на 6,05 и получили в ответе 30,492. Переводим 25,4 в левую часть уравнения. И получаем в ответе 5,042. Не забудьте обязательно проверить уравнение. Проверка, то есть подставляем место х в уравнении, известное уже нам значение х. Это 5,042. Получается, что левая и правая части уравнения равны. Надеюсь, у вас был такой же ответ. Сверитесь и переходим к следующему заданию. Значит, в 23-м примере надо было вычислить, пользуясь распределительным законом. Вспомнил распределительный закон. Распределительный закон для сложения выглядит а умножить на b плюс b умножить на c равно мы за скобку выносим общий множитель b и получаем у нас скобки а плюс c. Аналогично для разности а, b минус b, c равно b умноженной в скобке разность а минус c. Как вы видите в примере, 2,71 и здесь, и во втором. То есть общий множитель 2,71 выносим за скобки и получаем в скобке сумму 12,6 и 87,4, которая равна 100. 2,71 умножаем на 100 и получаем 271. Видите, пользуясь распределительным законом, нам было легче вычислять данный пример. В следующем, как вы видите, у них общий множитель 20,8. выносим за скобку 20,8 в скобке получаем разность 17,9 минус 7,9, которая равна у нас 10. Умножив, получаем в ответе 208. В третьем, как вы заметили, общий множитель у них 3,08, которую, выносив за скобку, мы находим разность 17,9 минус 7,9 равная 10. Умножив 3,08 на 10, получаем число в ответе 30,8. Перейдем к следующему. Сегодня мы повторяем проценты. Что такое процент? Процент у нас от латынского означает про – это на, цент – это 100. То есть отношение 1 сотая любой величины. Поэтому, чтобы обратить десятичную дробь в процент, надо умножить ее на 100. Поэтому 0,971 умножаем на 100 равна 97,1%. Это у нас его десятичная запись, а это ее в форме процента. Дальше 1,45 – это будет у нас 145%. Чтобы перевести проценты в десятичную дробь, то есть обратно, нам надо разделить на 100. Поэтому 39% будет у нас, как десятичная дробь, 0,39. 2,5% будет у нас равна десятичной дроби 0,25. Решим задачу. Длина прямоугольника равна 45 см, а ширина составляет 60% от его длины. Найдите периметр и площадь этого прямоугольника. Запишем. Длина нашего прямоугольника 45 см, а ширина составляет 60% от ее длины. Поэтому 60% выразим через десятичную дробь, которая равна будет 0,6. Умножим 45 на 0,6. И получается, что ширина равна 27 см. Здесь мы должны будем еще найти его периметр и площадь. Напомним, что периметр прямоугольника равен 2 умножить на сумму длины и ширины, то есть 2 умножить на а плюс b. А площадь равна у нас произведение их длины на ширину. В ответе получается периметр равен 144 см, а площадь равна 1215 см2. Надеюсь, у вас тоже вышел такой же ответ. Запишем данный пример и перейдем к следующей задаче. В 29-й задаче говорится, в банк положили 1 миллион сумм. Банк за год начисляет вкладчику 19%. Какую прибыль получит вкладчик через один год? Сначала найдем, что 19% это будет у нас 0,19. И прибавляя его к 100%, получается 119%. Эта десятичная дробь будет выглядеть 1,19. 1 миллион умножаем на 1,19. И получаем в ответе 1 миллион 190 тысяч сумм. Находя разность между первоначальной суммой вклада и последующим, получаем, что получил прибыль вкладчик 190 тысяч сумм. Ответ. Прибыль через один год составит 190 тысяч сумм. В следующей задаче говорится, площадь территории Узбекистана составляет 448,9 тысяч квадратных километров. Равнины занимают приблизительно 80% его территории. Какова площадь Равнин? 80% десятичной дробью будет 0,8. 4 миллиона 489 тысячи умножим на 0,8. И получаем в ответе 359 тысяч 120 квадратных километров. Вот какова площадь Равнин Узбекистана. Запишемте ответ. Площадь Равнин 359 тысяч 120 квадратных километров. На самостоятельное выполнение вам задаю решить задачу номер 28 на странице 5. Также эта задача связана с процентом. Так что обязательно пересматриваем сегодняшний урок, повторим тему проценты, как находить проценты числа, как находить процент по числу. И решим данную задачу с легкостью. Надеюсь, вы сегодняшний урок поняли и с легкостью сможете решить самостоятельную работу. На этом наш урок закончен. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня с вами я, Эленде Филиди Анастасия Сергеевна. Тема сегодняшнего занятия общее знакомство с цветковыми растениями. Итак, ребята, сегодня мы с вами рассмотрим цветковые растения, необычные растения, произрастающие во всем мире, а также органы цветковых растений. Цветковые растения на Земле составляют более 250 тысяч видов. Посмотрите, это орхидея колания. По внешнему виду она напоминает у нас летящую уточку, и в народе ее так и называют летящая уточка. Ее лепестки, посмотрите, как расположены, верхняя часть напоминает голову, имеются крылышки, тело и как будто бы даже хвостик. Вот такое удивительное растение растет на земном шаре. Цветковые растения цветут и плодоносят на протяжении всей своей жизни. Гендора африканская произрастает в африканских пустынях и является паразитом. Ее цветок, посмотрите, какую интересную форму имеет, он питается от корней других растений. При помощи своей системы данный цветок присасывается к другим растениям и за их счет существует. Данное растение большую часть своей жизни проводят под землей, и только при поступлении влаги цветок открывается наружу. Цветковые растения, они состоят из корней, стеблей, листьев, цветов и плодов. Давайте рассмотрим настроение цветка тюльпана. Пожалуйста, это у нас корни. Луковица, при помощи которой тюльпаны размножаются, стебель, листья и цветок. А теперь познакомимся с таким удивительным растением, как сейшельские пальмы. Данное растение цветет и плодоносит один раз в 10 лет, и вес каждого ореха достигает 25 килограмм. Посмотрите, ребята, вот так выглядит данное растение. У него образуется достаточно большое количество орехов, и каждый орех весом 10 килограмм. Если посмотреть один орех, то он имеет вот такую удивительную форму. А теперь посмотрите в размере с человеком. Здесь прекрасно видно, насколько данный орех крупный. Мексиканские кактусы очень удивительные растения. Они вмещают в себя до 200 литров воды. Драконовые деревья растут на Канарских островах и достигают 6 тысяч летнего возраста. Посмотрите, как интересно они расположены. А здесь видно количество веток на данном дереве. Правда, дерево очень величественно выглядит. Цветы рафлезии с острова Суматра в диаметре достигают 1 метра. Это самый крупный цветок в мире. По способу питания рафлезия Арнольди является гетеротрофной, то есть это растение-паразит. В народе данный цветок называют трупный цветок, так как он источает запах протухшего мяса. Посмотрите, вот здесь прекрасно видно, насколько размеры человека и цветка. В песчаных барханах под палящим солнцем растут мелкие растения, такие как саксаул и канды. Канды по-другому называют джузгуном. Посмотрите, как они выглядят. Кувшинки, великолепные цветки. У них стелень находится под водой, а цветы распускаются на поверхности воды. Посмотрите, здесь огромное скопление кувшинок. Водное насекомоядное растение. Альдрованда пузырчатая. Вот так она выглядит. Обитает она в водоемах, является гетеротрофным организмом. То есть мелких проплывающих рыбок она может захватывать. Вот здесь на рисунке прекрасно видно, как внутри нее находится живой организм, в котором она питается. Трудно отвести глаз от красного тюльпана. Посмотрите, какой он красивый. Величественного пиона, рябчика, который, наверное, вы все помните, занесен в Красную книгу Республики Узбекистан, а также гвоздики. Посмотрите на многообразие цветов гвоздик. У многих этот цветок является излюбленным. Однако вы можете попробовать поэкспериментировать дома, конечно, при помощи своих родителей. Можно взять цветки гвоздики белого цвета и покрасить их. Каким образом? Налить в стакан воду, покрасить ее красителем. Можно использовать обычную гуашь. Если вы хотите получить красный цветок, добавьте красную гуашь, желтую – желтую, зеленую – зеленую и так далее. Поставьте цветок в данный раствор. Ребята, обязательно стебель должен опускаться в раствор. Постепенно, через некоторое время, вы увидите, как лепестки цветка будут окрашиваться в тот цвет, который вы добавили в стакан с водой. Посмотрите, какие интересные цветы получились. Редкостные дары природы. Фисташки. Многие из вас, наверное, любят данный вид. Они имеют интересный зеленый цвет и очень приятный вкус. Используются в кулинарии, добавляются в различные кондитерские изделия. Содержат в себе огромное количество полезных веществ для нашего с вами организма. Грецкие орехи. Всем известные орехи, которые произрастают у нас в Узбекистане в большом количестве. Они богаты витамином Е, который необходим для каждого из нас. Лесной орех. Также произрастает у нас в Узбекистане. Миндаль. Очень полезная, так как содержит в себе большое количество витамина Е и различных элементов, которые должны поступать в наш с вами организм. Миндаль также используют и при изготовлении кондитерских изделий. Добавляют в муку, в различные желе и муссы. Хурма. Ну кто же из вас не ел хурму? Конечно, все знакомы с ней. Вот у нас дерево хурмы, уже находящееся осенью, когда постепенно листья опадают и остаются плоды. Внутри хурма бывает разная. Многие любят чуть-чуть вяжущую хурму, тогда она внутри бледного цвета. Она содержит в себе дубильные вещества. Большинство же людей предпочитает, когда хурма внутри темного цвета и очень сладкая. Хурма, ребята, содержит огромное количество йода, который необходим для нашей щитовидной железы. Жемчужины целительной медицины. Конечно, большое количество растений являются целителями. Из них изготавливают различные лекарства. Шиповник. Посмотрите, как он выглядит. Здесь у нас изображены цветки шиповника, более крупные ягоды и сбор уже плодов шиповника. Шиповник содержит в себе большое количество витамина С, который необходим для нашего с вами иммунитета. Когда болеют, очень часто, наверное, родители заваривают вам шиповник, и вы его употребляете. Водяной перец. Еще древние греки и римляне заметили целебные свойства данного растения и использовали его в качестве противомалярийного и крововосстанавливающего средства. Посмотрите, какую интересную форму имеет данное растение. Гармала или исырык. Ну, наверное, все узнали данное растение. Вот так оно растет. Посмотрите, ребята, какие мелкие у него листочки и стебельки. В таком виде, я думаю, каждый из вас его уже видел. Чай из листьев данного растения лечит болезни почек, а также неврастению укрепляет наши с вами десна. Кроме того, растение используется в качестве противоглистного и даже снотворного средства. Вот посмотрите, ребята, как полезна гормала. Облепиха. Очень полезная. Она содержит в себе также большое количество витамина С и очень сильно способна поднимать иммунитет человека. Облепиховое масло, наверное, многие из вас слышали, которое используется как в косметологии, так и при лечении желудочно-кишечных заболеваний. Все органы у цветковых растений подразделяются на вегетативные органы и генеративные органы. Ребята, вегетативные органы от латинского vegetation, что означает рост, развитие. Сюда относятся корень и побег. Генеративные органы от латинского generation, создавать, составлять. Сюда относятся цветок, плод и семя. А теперь давайте более подробно рассмотрим. К вегетативным органам относятся корень, побег. Побег, в свою очередь, состоит из почек, листьев и стебля. Генеративные органы включают в себя цветок, семя и, конечно, плод. А теперь, ребята, давайте с вами подведем итоги. Сегодня мы с вами рассмотрели многообразие цветковых растений, изучили вегетативные органы растений, а также рассмотрели строение генеративных органов растений. Домашнее задание. Дома я предлагаю вам выполнить следующее задание. Первое. Ознакомьтесь с общим строением какого-либо цветкового растения. Второе. Сравните его с другими растениями. Расскажите об отличиях. Вы можете взять, ребята, любое растение, которое вы любите или которые произрастают неподалеку от места вашего жительства и таким образом выполнить данное задание. Спасибо за внимание, успехов. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня у нас урок литературы и проведу его я, Артемова Елена Викторовна. Тема нашего урока сегодня – мифы Древней Греции, подвиги Гераква. Цели нашего урока – повторить древнегреческую мифологию, познакомиться с подвигами Геракла, проанализировать крылатое выражение Авгиевой конюшни. Давайте мы с вами повторим то, что мы с вами изучали на прошлом уроке. На прошлом уроке вы познакомились с древнегреческими богами, и давайте проверим, как вы запомнили изученный материал. Ответьте на вопрос. Как звали верховного бога в древнегреческой мифологии? Где жили древнегреческие боги? Кто охранял вход в царство мертвых? Кто из богов был прекрасным музыкантом? Перечислите всех древнегреческих богинь. Я думаю, вы справились с заданием, поэтому проверьте себя. Зевс, на горе Олимп, трёхглавый пёс Цербер, Аполлон, Афина, Артемида, Афродита, Гера и Деметра. Теперь мы с вами переходим к нашей сегодняшней теме – подвиги Геракла. Давайте для начала вспомним, кто такой Геракл. Может быть, кто-то знает или кто-то знакомится впервые. Геракл, или как его ещё называют в древнеримской мифологии – Геркулес. Геракл, Геркулес – один из величайших героев Эллады, сын Зевса и смертной женщины Алкмены. Выполняя приказы Эврисфея, Геракл совершил 12 подвигов. Сегодня мы с вами познакомимся со всеми 12 подвигами Геракла. Первый подвиг – немейский лев. Второй подвиг – лернейская гидра. Третий подвиг – стимфолийские птицы. Четвёртый подвиг – лернейская гидра. Пятый подвиг – эреманвский кабан. Шестой подвиг – скотный двор царя Авгия. Седьмой подвиг – критский бык. Восьмой подвиг – кони Диамеда. Девятый подвиг – пояс Ипполиты. Десятый подвиг – корова Гериона. Одиннадцатый подвиг – цербер, или как его ещё называют в древнеримской мифологии – кербер. И двенадцатый подвиг – яблоки Гесперид. У вас в учебнике приведены два подвига. Это первый подвиг – немейский лев, и шестой подвиг – скотный двор царя Авгия. Давайте более подробно поговорим об этих подвигах. Я хочу представить вам видеоролик, в котором рассказывается о первом подвиге Геракла – немейский лев. Первый подвиг, который царь Еврисфей повелел совершить Гераклу, заключался в том, чтобы убить обитавшего близ города Немей и льва, огромного зверя, чью шкуру нельзя было пробить ни железом, ни бронзой, ни камнем. Некоторые считали этого льва потомком чудовищ Тифона и Лехимеры. Другие говорили, что его создала из морской пены богиня луны Селена, по желанию жены Зевса, Геры, ненавидевшей Геракла. Отправившись на свой первый подвиг, Геракл расположился в доме пастуха по имени Малорк, сына которого погубил лев. Когда Малорк собирался принести в жертву барана, чтобы умилостить Геру, Геракл остановил его словами «Подожди 30 дней! Если я благополучно вернусь, принеси жертву Зевсу, спасителю, а если не вернусь, принеси жертву мне как герою». Геракл достиг Немей в полдень, но поскольку лев пожрал большинство людей в округе, герою не у кого было спросить дорогу. Наконец он увидел льва, который возвращался в свое логово, залитые кровью жертв дневной охоты. Геракл выпустил в него колчан стрел, но они только отскакивали от толстой шкуры, а лев, позевывая, облизывался в предвкушении новой жертвы. Тогда Геракл прибегнул к мечу, но тот при ударе по шкуре льва согнулся, словно был сделан из свинца. Тогда Геракл взмахнул дубиной и нанес такой удар по голове зверя, что лев поплелся в пещеру, тряся головой, но не от боли, а от звона в ушах. Геракл уныло взглянув на разбитую в щепке дубину, один исходу в пещеру завесил сетью, а через второй вошел внутрь. Зная, что чудовищу не может повредить никакое оружие, он вступил с ним в схватку. Лев откусил ему один палец, но Геракл сумел схватить зверя за шею и огромным усилием задушил его руками. Взвалив на плечи убитого льва, Геракл вернулся к пастуху Малорку, который уже готовился принести ему жертву как герою, считая его погибшим. Теперь они вдвоем совершили жертвоприношение Зевсу-спасителю. После обряда Геракл изготовил себе новую дубину и понес убитого льва в Мекены. Пораженный и испуганный Эврисфей запретил ему вновь появляться в городе. Отныне все плоды своих подвигов он должен был демонстрировать за городскими воротами. Геракл поначалу никак не мог додуматься, как ему содрать со льва шкуру. Но боги надоумили его использовать для этой цели челюсти самого льва с острыми как бритва зубами. Вскоре он уже мог носить как доспех непробиваемую львиную шкуру, а голова зверя служила ему шлемом. Тем временем Эврисфей приказал кузнецам выковать большой бронзовый сосуд – пифос. Когда пифос был готов, он закопал его и прятался в нем всякий раз, когда дозорные докладывали ему о приближении Геракла к городу. Все свои распоряжения царь передавал Гераклу через глашатые. В местности, где обитал чудовищный лев, был посажен немейский лес, в котором древние греки проводили немейские игры, вторые по значению после олимпийских. Вы посмотрели видеоролик по первому подвигу Геракла. И там вы услышали новые для вас слова. Запишите, пожалуйста, их в тетрадь. Проведем словарную работу. Тифон в греческой мифологии – стоглавое огнедышащее чудовище. Ехидна в греческой мифологии – чудовище, полуженщина, полузмея. В переносном значении, когда употребляется это слово – злой, коварный человек. Перед вами на экране представлены Тифон и Ехидна. Так, теперь мы с вами поговорим о шестом подвиге Геракла. И я вам также предлагаю посмотреть видеоролик. Шестой подвиг Геракла заключался в том, чтобы за один день очистить от навоза стойло царя Авгия. Царь Эврисфей уже радостно представлял себе, с каким отвращением Геракл вынужден будет складывать в корзины навоз и носить их на плечах. Царь области Элиды Авгии был сыном то ли Посейдона, то ли солнечного бога Гелиоса. По величине статы табунов он был самым богатым человеком на земле, потому что по милости богов его скот не болел и хорошо размножался. Хотя приплод почти всегда был женского пола, у него было 300 белоногих черных быков и 200 краснопородных племенных. Кроме того, у него было 12 прекрасных серебристо-белых быков, посвященных его отцу Гелиосу, и способных защищать стада от нападений диких зверей. Навоз в авгиевых конюшнях и овчарнях не убирался многие годы. Зловоние не сказывалось на самих животных, но от него распространился мор по всему Пелопоннесу. Долины на этом полуострове покрывал такой слой навоза, что их нельзя было пахать. Придя к Авгию, Геракл пообещал ему за день до темна очистить все конюшни в обмен на десятую часть скота. Авгий недоверчиво рассмеялся. Бык Фаэтон, вожак 12 белых быков, бросился на Геракла, приняв его за льва. Геракл ухватил его за левый рог, пригнул и, собрав все силы, повалил на землю. Приступив к чистке стойл, Геракл проломил в двух местах их каменную стену, а затем повернул ближайшие реки Алфей и Пиней так, чтобы их потоки устремились через скотный двор, начисто вымыли его и понеслись дальше, смывая навоз загонов для овец и спазбищ долини. Так Геракл совершил подвиг за один день, вернув земле жизнь и не испачкав даже мизинца. Но Авгий, узнав, что Геракл вычистил конюшни, отказался дать обещанную им ранее награду за труд и даже отрицал, что он с Гераклом заключил сделку. Авгий утверждал, что Геракл обманул его, ведь всю работу выполнили боги рек, а не он. Через несколько лет, уже освободившись от службы у Еврисфея, Геракл собрал войско, победил Авгия и убил его. После этой победы Геракл учредил в прежнем царстве Авгия и Лидии знаменитые Олимпийские игры. Вы посмотрели видеоролик и уже в самом названии шестого подвига Геракла вы услышали такое выражение, как Авгиевы конюшни. Оно выступает как крылатое выражение или, можно сказать, как фразеологизм. Давайте с вами разберем, что такое Авгиевы конюшни. Авгиевы конюшни – это значит очень грязное место. В другом значении – запущенные дела. Расчистить Авгиевы конюшни – это значит выполнять огромный объем грязной работы, навести порядок. Обратите внимание, что ударение ставится в данном слове на первую букву. Авгиевы конюшни. Мы с вами подходим к концу. Я надеюсь, что представленный материал вам сегодня понравился и был интересен. Итак, ваше задание к следующему уроку – прочитать подвиги Геракла и узнать их содержание. Подготовьтесь, пожалуйста, к тестам по подвигам Геракла. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok